Что это? Кажется, такие картины уже мелькали перед глазами. Причем именно в нашем славянском проекте. Ну да, где-то среди этих холмов живут своей жизнью небольшие города, а в них оздоровительные курорты с целебными источниками. Все так. Но сегодня с компанией Мирак мы посмотрим на эти пейзажи другими глазами. Глазами человека, который хочет купить в Словении участок земли и стать фермером. Стать фермером, скажете тоже. Сама идея абсурдна. Где мы и где трудовая жизнь с ее специфическим бытом и неясными перспективами. Хотя, с другой стороны, не все ведь мечтают о квартире в большом городе или о доме на море. Кто-то хочет работать и жить на земле. В маленькой Словении это желание кажется особенно естественным. Этот пейзаж напоминает мне детский конструктор. Настолько он нереально красив. Аккуратные ровные дорожки, по ним едут маленькие чистые автомобильчики. Дома вылизанные, буквально вылизанные. Поля ровные, с иголочки. И получается, что вот эта детская мечта, которую мы, будучи детьми, могли реализовать только в конструкторе, становится явью вот здесь, в Словении. Только это уже мечта для взрослых. Мечта мечтой, но ведь и экономическая выгода от фермерства может показаться сомнительной. Но в Словении понятна и она. И даже не только в Словении, во всей Западной Европе, где сейчас, кажется, помешались на экопродуктах и экотуризме. Первое подразумевает потребление незагрязненных химикатами фруктов и овощей. Второе, в данном случае, отдых там, где можно насладиться деревенской жизнью, среди нетронутой природы. Да, в наши дни очень популярно выращивание продуктов, не содержащих пестициды. Для этого даже не нужно иметь большую ферму. Есть спросы на экотуризм. В Словению приезжают туристы из других европейских стран, которые устали от больших городов. Так что покупка экофермы может иметь большой потенциал. Вот с высоты птичьего полета дома и фермы в Штаерском районе Словении. Идиллическая картина. Конечно, когда работаешь в поле, тебе не до романтики, но кто сказал, что трудиться надо обязательно в неприглядной обстановке. Если вы решитесь на покупку такой фермы, то сможете выращивать практически любые сельхозкультуры или экопродукты. Салат, помидоры, рожь, кукурузу или даже виноград. Также возможно получить сертификат экофермы. Для этого потребуется, если так можно сказать, сдать анализы земли, после чего можно продавать урожай школам, детским садам или на рынках, где такая продукция в последнее время очень популярна. Говорить о какой-то средней цене фермы некорректно. Квадратный метр земли может стоить 1 евро, может 10, а может все 30. Самые дешевые участки лесные. У них есть еще одно преимущество. Лес можно рубить, продавать и затем получать субсидии от государства за прирост возделываемых земель. А в общем случае цена зависит от качества почвы, от того, есть или нет у владельца сертификаты для выращивания биопродуктов, ну и конечно от состояния дома. Цены на фермерские хозяйства очень отличаются. Некоторые можно купить относительно дешево. Тем более, если их владельцы в силу возраста не могут больше возделывать землю и не имеют наследников. На цену также влияет наличие эко-сертификата и в меньшей степени расположение. Фермы на равнинах стоят чуть дороже, чем фермы на холмах. Самые престижные фермерские регионы в стране Гориньска на северо-западе, здесь особенно развито животноводство, и Северно-Приморска на западе, где также выращивают фрукты и виноград. Эти районы и самые дорогие, и самые популярные. А так, варианты есть по всей стране. И большинство из них вовсе не огромные бизнес-предприятия. Инвестиции в фермерское хозяйство Словении ориентированы на маленькое семейное производство, а не на промышленные масштабы. Это вариант не для тех, кто жаждет заработать миллионы, а для тех, кто хочет получать доход, живя в окружении славянских красот. Особых условий, ограничивающих приобретение сельхозземель в Словении нет. Просто процедура эта более долгая, чем, скажем, покупка квартиры. Занимает 2-3 месяца. Кроме того, первоочередное право покупки участка есть у соседских фермеров, работающих на земле. И третье. На землях сельхозназначения нельзя будет построить дом. Итак, 250 квадратных метров площадь дома. Участок 800 метров, но, в принципе, хозяин продает все поле, а там это еще 2,5 гектара. В доме спутниковое телевидение, несколько систем отопления. Ну, а удовольствие ради, например, собственный виноградник. Причем, хозяин сейчас за ним особо не ухаживал, но, в принципе, начать разведение правильного винограда можно. Но и сейчас он невероятно вкусен. На вино такое даже жалко расходовать. Вот оно, оказывается, как можно. В деревне зарабатывать себе на жизнь. Это не утопия, а образ жизни. Жизни сотен и даже тысяч людей. Конечно, для того, чтобы ферма не стала обузой, надо обладать определенными знаниями, не бояться работать, чувствовать тягу к земле. Ну, а вдруг вы именно тот человек, у которого все это есть? Субтитры создавал DimaTorzok